привет друзья и вам враги привет проходила кучу мимо но два набережной да думаю может быть прокатить вас на колесе обозрениях сам еще разу не катался что поедем но мы уже тут что такой сегодня плотный прям капец так солнце будет с той стороны светить так что над которым показывать от такая красота к обломится недавно кстати смотрел как в этом казахстане что ли капец эти арусу что подруги да в казахстане короче отвалилась это и погибла там женщина так что молитесь за меня но она кстати не сильно большой это не который в центре стоит на это которое еще бы хоть только одни деревья это короче не в центре а подальше честно как этот район называет солнце не сильно светится вот еще музыку мне врубить сюда чтоб меня youtube заблокировал так с этой стороны у нас санаторий то я знаю что точно санаторий приветливый берег он тот большой там у нас горы 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 там у нас администрация ой капец она шатается а капец она шатается людей Я боюсь. С этой стороны прям красота, да? А с этой стороны прям море, морюшка, море. Так, она держится нормально. От моего веса оборвется. Ну, прикольно, хочу сказать. Тут, конечно, колесо обозрения. Вот оно с другой стороны, там в центре. И оно, короче, получается, не так охватывает. А здесь прям на самом-самом берегу стоит. Так что наслаждайтесь, ребята. Все для вас. Не забудьте скинуть мне на донат, что я потратился на билет колесо обозрения. Я сюда не хотел. Это только ради вас. Так, там у нас микрорайон Северный. Там горы. В той стороне Новороссийск. В той стороне, вот там, видите, тонкий мыс, на котором я недавно купался. А там толстый мыс. Вот отсюда, короче, хорошо. Это очень сильно видно. Много всяких яхточек плавает. Я, кстати, в детстве как-то ехал на колесе обозрения. Там, в детстве, в детстве, мне, наверное, лишь 6, наверное, было. И, короче, оно застряло, а потом начало крутиться очень-очень быстро. Потом еле-еле, короче, все это остановили. Ее вот мне до сих пор-то запомнило. Ну, куча народу не особо. Много 100 рублей всего стоит прокатиться на колесе обозрения. И вообще здесь вот такой парк аттракционов. Блин, кажется, оно называется Солнечный берег. Я точно не помню. Все аттракционы по 100 рублей. В отличие от того главного парка аттракционов, где там что-то намного дороже. Там 250-350 рублей стоит на колесе обозрения прокатиться. И ничем оно не отличается, только тем, что застекленное. Так что вот такое вот. Сколько оно едет, интересно? Минут 5, наверное, едет. Не так много. Вон, люди все купаются. У нас жарища сегодня. Наконец-то уже опять более-менее как-то погодка восстановилась. Потому что было прям холодновато. А сейчас восстановилась погодка. Где-то плюс 27-29. А вода 25-26 градусов. Тепла. Все шикардосно. Кстати, вот этот тут, видите, внизу, который... Типа как бассейн сделан, но там даже огорожено. На самом деле это, короче, здесь рядом санаторий от общества слепых. И у них даже, видите, специальные дорожки. Прям такие огороженные. И там, короче, вот даже огорожено, чтобы в море не выплывать. Ну, то есть, чтобы слепые могли, короче, там купаться. И причем такой длинный довольно-таки пляжик. А я все думал, думаю, зачем такая там прям перегородка в море, думаю, для детей, что ли, чтобы дети там плавали. Или что? Короче, вот так вот. Вот там вот центр. Что-то все строят, строят. Какая-то, когда хочется спускаться начинать, то она так дергается. Вон там еще люди сели. Вот так мы с вами прокатились на колесе обозрения. Чем, конечно, прекрасен Геленджик? Тем, что с одной стороны горы, а с другой стороны море. Это, конечно, шикардосно. Ну, без происшествий прокатился я на колесе обозрения, обозрения. Я в детстве называл колесо обозрения. Вот так буквально посмотрели. Геленджик. Ну, я вам все обещал, да, что я поднимусь на ту гору. Но я поднимусь. Я как-нибудь поднимусь, ребята, обязательно. Обязательно поднимусь. Каштанчики уже. Зареет с этой стороны. Ну, вроде это каштаны, да? Насколько я знаю, это каштаны. Такие на маленьких фиршар похожи. А здесь дубы. Здесь тоже аттракционы, короче, на всякий раз. Ну, здесь такой небольшой, короче, парк аттракционов. То есть совершенно такой маленький. Ну, зато по 100 рублей. По 100 рублей, считаю, что совершенно... Ну, прям адекватно, нормально, такой бюджетный. Бюджетный. Прокатончик. Так, ну что, все. Уходим. Ну, в общем, что сказать, ребята. Я рекомендую карусель и солнечный берег. Хоть немножко и поскрипывать, зато недорого, и можно спокойно покататься на 100 рублей. Ну, остальные, конечно, аттракционы там так себе. Колесо обозрения, я считаю, что довольно-таки неплохо. Вот, я, короче, вышел вообще до магаза прогуляться. И по набережной, но, короче, я забыл одеть плавательные трусы. И понимаю, что здесь нужно всегда с собой в сумочке носить плавательные трусы. Придется, наверное, ну, как бы я в шортах. Придется, наверное, в шортах искупаться. Потому что очень-очень, ребята, душно. Нужно, короче, все равно обязательно искупаться. А тут, короче, я еще мне знакома в инстаграме. Скинула, короче, нашу общую подругу. Это давно-надавно, когда я еще в культуре учился. Мы тусели в подростковом возрасте. Вот, Майя, если ты увидишь, тебе привет. Вот, она, оказывается, 5 лет уже живет в Геленджике. Она певица. Певица, актриса. А вот она певица, короче, поедет в ресторанчик или где-то там в клубешнике, в каком-то, короче, списались. Не знаю, сегодня навряд ли я, наверное, до нее пойду. Потому что я прямо уже устал. Я прям так нехило, короче, вышел в магазинчик. Прогулялся по всей набережной. Вот. И, наверное, завтра. Завтра, завтра, может быть, к ней ресторанчик свяжу. Посмотрю, какая она стала петь. Вот, хотя мы, скорее всего, может быть, на пляж завтра с утречка пойдем. В общем, ребят, у нас душно, жаришься. Все катаются, купаются. Нужно на велосипеде, конечно, тоже мне. Как-то я же хотел все. Ну, по такой жаре, знаете, вот, если бы немножечко еще как-то, блин, спало бы. Хотя, может быть, на ночь взять велосипед. Может, взять реально велосипед на ночь и ночью покататься. Так, на каком пляжике ко мне остановиться? На этом пляжике я, короче, не хочу останавливаться. Потому что я видел, как это, как его здесь, вот этот вот. Потому что я видел, как его засыпали весной. Здесь вообще ничего не было. Здесь какое-то прям говнище, говнищное было. Вот, и, короче, я реально не хочу здесь, да, не хочу. Ну, я не знаю, почему. Может, потому что я реально видел, что из этого пляжа было какое-то говнище. Его просто засыпали каким-то гравием, который привозили. Вот тут вот непонятно откуда. Я хочу такой, с нормальными камушками. Ой, спасатель-то. Хай бог милый, такие спасатели. Хорошо. Его самого спасать надо. То ли его не кормят, то ли что. Вот такие должны быть, о. О, спасатель. Может, мне пойти спасателем. Спасателем Лебу. Эфим Андерсон. Помыл Эфим Андерсон. Ладно, что-то я заболтался. Так, нужно, короче, мне где-то уже спускаться. Нужно мне уже где-то спускаться и скупнуться, потому что иначе я сейчас... Так, еще я хотел купить зонт. Ну, ладно, пока не будем. Иначе я сейчас просто сжарюсь и спарюсь. Ладно, ребят, всех обнимаю. Приезжайте отдыхать на курорты Краснодарского края.